У Барби будет ребёнок. Интересно, это мальчик или девочка? Об этом мы расскажем в новом видео канала Ла-Ли-Лу. А ещё вас ждёт уйма поделок для малютки. Смотри и делай с нами. У Барбары сегодня очень важный день. Ей предстоит сообщить Джеффри серьёзную новость. Дорогая, всё в порядке? Ты как-то не на шутку сосредоточена? У меня для тебя есть сюрприз. Теперь нас будет трое. Сначала изменим форму живота Барби. Возьмём воздушный пластилин телесного цвета, разминаем и формируем шарик. Раскатываем по поверхности в равномерный пласт. Теперь нам понадобится кусочек пористой губки, поролона или пенопласта. Вырезаем из него округлую форму. Прикладываем к животу Барби и накрываем пластом воздушного пластилина. Равномерно прижимаем к поверхности, а лишнее убираем стеком. Трещинки и складки заглаживаем влажной кистью. Делаем отверстие пупка и вставляем скатанный маленький шарик. Когда воздушный пластилин подсох, снимаем форму и достаем каркас. Теперь животик лёгкий, удобный и к тому же его просто снять. Да уж, кажется, привычный гардероб Барби придётся временно менять. Но зато у куклы в гардеробной есть много красивых тканей. Сошьём из них платье для беременной сами. Барби выбрала ткань Плесе. Хороший вкус. Снимем мерки и определимся с длиной. Вырежем отрезок нужного размера. А сверху сделаем сборку обмёточным швом. Примерим на модницу. Если всё подошло, сшиваем боковую сторону и можем вывернуть на лицевую сторону. Верх сделаем на серебристой резинке. Измерим объём и получившуюся полосу клеим к платью. Получилось очаровательное платье. В нём Барби выглядит очень нарядно, при этом комфортно себя чувствуя. Джеффри несёт букет цветов. Это последнее приготовление. Он уже смастерил целую фотозону для встречи любимой. Цветы, шары, оплетающие колонны, стразы. Как здесь красиво! Воздушный шарик наполняем конфетти. На колбочку с сухим глиттером надеваем шар и засыпаем сухой мелкий глиттер. Добавляем отдельные блёстки покрупнее, надуваем и завязываем. Вокруг хвостика наматываем проволоку, чтобы шарик парил, как наполненный гелием. И всё-таки мальчик или девочка? Сейчас мы всё узнаем! Ура! Всё вокруг осыпает розовый глиттер. У нас будет девочка! И вот, наконец, у пары родилась крошка Сьюзи. Папа и мама на седьмом небе от счастья. Сделаем ронда – козырёк для купания малышки. На жёлтом фоамиране обводим круглый предмет. Чуть ближе с одной стороны к внутреннему краю отпечатаем колпачок от клея. Вырезаем обе детали. Теперь отрежем по краю фоамирана небольшую полосу. Термоклеем крепим её вдоль маленького отверстия. Лишние поля отрезаем. Чудесный козырёк! Даже подходит к плавкам! Делаем ванночку для купания из пустой бутылки от шампуня. Определяемся с высотой и намечаем волнообразную линию среза. Канцелярским ножом аккуратно вырезаем заготовку по контуру. Возьмём небольшой кусочек белого пластилина. Разделим на четыре равных части и формируем ножки. Крепим их в углах ванной так, чтобы она устойчиво стояла на поверхности. Можем покрасить ванночку белой акриловой краской в тон ножкам. А чтобы детка не поранилась об края, приклеим сверху по периметру толстую нить или жгутик. Украсим ванночку милыми детскими наклейками. С таким дизайном купания превратится в весёлую игру. И никаких больше слёз. Вот и пришло время водных процедур. В этот раз малышка с удовольствием плещется в пене. Барби даже смогла надеть на крошку козырёк и помыть волосы без капризов. Теперь доченька чистая и мама довольна новой ванночкой. Чтобы ребёнок быстро засыпал, сделаем укачивающий центр. Нам понадобится пустая половинка упаковки киндера и отрезок ткани на клеящейся основе. Наклеиваем ткань на киндер, обрезаем лишние концы и загибаем края внутрь. Ажурную ленту фиксируем по контуру кроватки. Из гибкой проволоки формируем ножки, как у кресла-качалки, и отверстие, куда поместим саму колыбельку. С таким плавным покачиванием малышка уснёт быстрее, чем мама дочитает ей сказку. На хлопковой ткани с детским принтом обводим картонный шаблон. Вырезаем две одинаковых детали и сшиваем нитью по контуру. Выворачиваем на лицевую часть. А через оставшийся клапан наполняем всё холофайбером. Когда одеяло стало мягким, зашиваем отверстие, а по бокам пришиваем ещё две стенки из ткани с наполнителем. Отмеряем около 6 сантиметров шнура. Отрезаем и в центре приклеиваем к нему отрезок поменьше. Теперь с помощью термоклея фиксируем удерживающую конструкцию в колыбельку. Готово! А чтобы крошке было не скучно, сделаем навесную карусель из блестящих пайеток. Каркас согнём из гибкой проволоки. На серебристые нити прикрепим пайетки и повесим их на загнутые крючки основания. Сверху можно украсить пластиковой розочкой. Маленькая Сьюзи может часами смотреть на сияющие кружочки карусели. Они такие забавные, а ещё лучше одновременно раскачиваться в колыбели. Сделаем мягкий конверт в коляску. На хлопковой ткани в сердечке обводим картонный шаблон. Нужно две таких детали поместить рядом. Вырезаем по общему контуру, не разрезая их. Сшиваем края, оставляя небольшой карман, через который наполним конверт холофайбером. Выворачиваем с изнанки на лицевую сторону, наполняем и зашиваем оставшиеся части. Украшаем сверху кисточкой и добавим кнопку-застёжку. Малышке Сьюзи нравится гулять на свежем воздухе. Мама с папой обожают возиться с дочкой. Приходится договариваться и брать на руки поочерёдно. А главное, в тёплом конверте малютка точно не замёрзнет. И даже может дремать на свежем воздухе. Дети ещё не умеют есть аккуратно, но не стоит их ругать. Гораздо эффективнее сделать симпатичный слюнявчик. Из ткани в милый принт вырезаем деталь с закруглёнными углами. И вторую того же размера и формы. Термоклеем соединяем их между собой, делая двусторонним. А по кругу приклеиваем декоративную ленту. Добавим шнурок для завязывания и слюнявчик готов. Мама на кухне готовит обед. Крошка Сьюзи уже проголодалась. Ложечку за маму, ложечку за папу. Упс, ну вот слюнявчик и пригодился. Не расстраивайся, малютка. Скоро ты подрастёшь, и я научу тебя саму есть вилкой и ложкой. На очереди детское автокресло. На длинной картонке сформируем несколько линий сгиба, чтобы можно было согнуть её в форме кресла. Одну сторону смазываем клеем и добавляем синтепона для мягкости. С двух сторон подворачиваем ткань. И у нас уже почти готовое кресло. Осталось несколько полукруглых деталей, которые делаются по точно такой же схеме и завершают конструкцию кресла. Конечно же, из ленточек просто необходимо сделать ремень безопасности. А вот различные украшения уже остаются на выбор каждого. Теперь, если куда-то ехать, малыш будет не только окружён красотой, но и находиться в полной безопасности. Самое время отдохнуть после насыщенного дня и отправиться с семьёй в путешествие на машине. Ставьте лайк, если игры в «Дочки-матери» будут интереснее с нашими поделками. Не забудьте подписаться. А если нажмёте колокольчик, то первыми узнаете о свежих видео канала «Ла-Ли-Лу». Субтитры сделал DimaTorzok